Любовные треугольники, яркие наряды и неожиданная развязка. В актовом зале Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова состоялась премьера спектакля «Дуэнья». Мероприятие организовано студентами в рамках благотворительной акции «Помощь Мстиславу Никонову». Очень подозрительно. О проклятие! Что если Клара его все-таки любит? Вся жизнь театр. Особенно для актеров театра «Улыбка» при Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова. Евгений Лаптандер пришел в театр на первом курсе, но получил неожиданную для себя роль в своем первом спектакле. Пришел в сентябре, когда набирали всех театралов. Хотел на какую-то роль попасть, а попал на шторщика. Самым первым курсом, первая роль была, были шторы. Открывал шторы, а сейчас почти главное. В прошедшем спектакле Евгений играет роль отца, дочь которого во имя любви сбегает из поместья. В роли одной из главных героинь выступает Луиса. В жизни Милана Маталимсова, студентка второго курса. Девушка пришла в театр «Улыбка» из-за восхищенных рассказов своего старшего брата, который тоже участвовал в спектаклях. Меня постоянно вдохновляли его рассказы о театре. Он был полностью поглощен в эту творческую деятельность. И вот я пришла в технику, и я думаю, мне тоже надо. И вот мы с ним поговорили, обдумали вообще, все вопросы состыковали, и я решила, все, я тоже буду участвовать. Это очень завораживает. У нас очень скученный коллектив на самом деле. Это такой приятный бонус, что ли, к жизни. Не знаю точно, как выразить свои эмоции, но мне очень нравится. Вероника Карпова учится на первом курсе, и в спектакле «Дуэния» уже играет одну из главных ролей. Я еще с детства хотела попробовать себя в какой-то такой актерской деятельности. Всегда вот смотрела там фильмы, и мне так хотелось также попробовать себя. Вот. И узнала я о театре, собственно. Нам всем объявили, потому что вот есть театральный кружок, в котором каждый может попробовать себя. И мы на день первокурсника ставили номер, такой развлекательный, комичный. Меня заметили, предложили играть роль горничной. В Ненинском оградно-экономическом техникуме регулярно ставят спектакли на протяжении 30 лет. Студенческий театр имеет большую историю и уже зарекомендовал себя не только в округе, но и за его пределами. Свои руки его взяла Макгальницкая Наталья Львовна, которая много лет вела этот театр. И, в общем-то, больших успехов он вместе с ней достиг, стал известным в городе, в округе. За границу выезжал в театр даже не один раз, со спектаклями были приглашены именно на фестиваль. В актовом зале Ненинского оградно-экономического техникума в минувшую пятницу зрители собрались по двум поводам. Один из них – это ежегодный театральный марафон, приуроченный ко Всемирному дню театра, который отмечают 27 марта. В этот раз мероприятие также носило благотворительный характер. Была организована ярмарка для сбора средств на лечение Мстислава Никонова. Сегодня у нас ребята, наши повара испекли также булочки, которые мы также планируем продать в рамках благотворительной акции. Надеемся, что сможем как можно больше собрать и помочь нашему земляку. Фоктакль завершился записью видеоролика для Мстислава Никонова. Мстислав, мы с тобой! Мстислав, живи! По итогам акции в Нельском аграрно-экономическом техникуме было собрано более 42 тысяч рублей. Телеканал «Север» также призывает всех неравнодушных присоединиться к сбору средств на лечение Мстислава Никонова. Перевести средства можно по реквизитам, которые вы видите на своих экранах. Катрина Тайбарея, Анастасия Евтыса, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Катрина Тайбарея, Анастасия Евтыса, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».